Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркет, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому видео вы сможете найти ссылку на наш телеграм-канал, где на ежедневной основе мы публикуем большое количество новостной информации, которая помогает в принятии инвесторешений. Также есть конкретные торговые рекомендации, так что подписывайтесь и следите за нашим контентом. Не забывайте, друзья, то, что каждый пост можно комментировать, поэтому если есть какие-то вопросы, пожелания, оставляйте ваш фидбэк, он крайне важен, потому что все, что мы делаем, это делается только лишь для вас. Ну что, у нас пятница, последний день недели, впереди выходные, обязательно проведите их хорошо, друзья. В следующей неделе мы вернемся к спекуляциям на финансовых рынках и посмотрим, что же будет происходить с долларом, потому что, судя по тому, что мы видим в моменте, доллар никак не может отойти от тех решений, которые были озвучены по итогам двухдневного заседания американского регулятора. Рост актива продолжается и самый, пожалуй, главный, основной вопрос в трейлерском сообществе сейчас – произошел ли разворот американского доллара. Если смотреть на глобальный рынок Форекс, то, конечно же, нужно делать акцент на динамику американской валюты. Всех интересует, что это? Коррекция, первичная реакция на политику, которая, по сути, не изменилась и дальше ситуация нормализуется, доллар перейдет к снижению, либо это заход уже на уровне 95 и выше. Друзья, если вы адресуете этот вопрос мне, то заранее хочу вас предупредить, что моя точка зрения ничуть не изменилась, потому что я вместе с вами продолжаю следить за тем, что на рынках происходит и вместе с вами анализирую те заявления, которые поступают, те последствия заседаний, которые есть, то есть ту информацию, которая общедоступна. И уж не знаю, кто там что себе придумал касательно изменения денежно-кредитной политики, с чего вы взяли, что та риторика, которая была озвучена, это сигнал к явному ужесточению денежно-кредитной политики. Если бы вы, друзья, смотрели в оригинале, опять же, выступление Джоома Пауэлла, то очень легко можно было бы уловить в его тезисных заявлениях, в его комментариях и в ответах на вопросы касательно того, что происходит с американской экономикой, с политикой Центрального банка и что с ними может произойти дальше. Я вчера делал парочку акцентов на такого рода заявление о том, что текущий разговор об потенциальном изменении денежно-кредитной политики это разговор о разговоре. Для того, чтобы действительно, реально были скорректированы процентные ставки и что-либо случилось с программой количественного смягчения, нужен очень-очень-очень сильный рынок труда. Это то количество раз, которое использовал Джером Пауэлл, чтобы объяснить, что нету того самого прогресса на данном этапе на секторе рынка труда США, чтобы ФРС мог позволить себе отказаться от стимулирующей политики. И то, что рынок сам додумал касательно корректива денежно-кредитной политики, это, пожалуй, может быть серьезной ошибкой, потому что Пауэлл ясно дал понять, что любой намек, который кто-то так интерпретировал, как сигнал к ужесточению денежно-кредитной политики, его не стоит воспринимать сейчас всерьез. К тому же, друзья, вы посмотрите, как рынок сильно отреагировал на решение о потенциальном пересмотре денежно-кредитной политики. Но когда? Не в конце этого года, не в следующем году, а в 2023 году. И просто здравый смысл говорит о том, что горизонт изменения процентной ставки 2 года – это не то самое основание, это слишком отдаленная перспектива, прям слишком, даже не знаю, какой эпитет подобрать, чтобы мы сейчас всецело, как лом с головой, бросали себя в эту риторику и считали, что политика американского регулятора стала жесткой. Мне даже интересно предположить вот даже сейчас, если рынок отреагировал ростом доллара на то, что политика не изменилась, ну какой-то лишь намек был сделан в эту сторону, ростом американского доллара, то что же будет дальше, когда ФРС все-таки даст конкретный сигнал, что политику нужно корректировать? Как и ранее, друзья, я все-таки считаю, что мы должны сейчас наблюдать за статистикой, за тем, что происходит и дальше с инфляцией, рост инфляции устойчивый, это даже подтвердил ФРС. И если, опять же, ситуация не изменится, то, может быть, американский регулятор будет вынужден обратить более пристальное внимание на рост инфляции и впоследствии задаться вопросом, угрожает ли это американской экономике и стоит ли сейчас охладить этот рост инфляции посредством повышения процентной ставки. Но до конца этого года ничего подобного не произойдет. У ФРС еще есть очень много времени, чтобы за этой статистикой наблюдать, тем более, что сам регулятор подтвердил, что рост инфляции – это следствие шока и кризиса предложения, который сойдет на нет через квартал-другой. То есть, опять же, мы уезжаем на более-менее конкретные разговоры по изменению политики только лишь на конец 2021 года. Поэтому в сухом остатке у нас ставка, прежний объем программы количественного смягчения неизменный. Вероятность того, что ставки будут изменены в 2023 году. Но все может измениться, это традиционный комментарий ФРС, если конъюнтура изменится и если появятся какие-то дополнительные вводные. На этом фоне, друзья, я слежу за тем, что происходит с долларом, но все-таки думаю, что ралли очень далеко зашло. И слишком уж серьезный рост американца на не таком уж прочном фундаментальном основании. Поэтому ранее я ужал, скажем, свой портфель до нескольких инвестидей, среди которых продажа американского доллара. И буду удерживать шорты дальше. Кстати, вчерашний отчет по первичным заявкам на пособие по безработице. 412 тысяч – это плохая статистика. Выше прогноза и значительно выше, чем количество обращений, которые мы видели неделю назад. Вот, пожалуйста, подтверждение слов Павла о том, что рынок труда, ему предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем выйти на какую-то плату по восстановлению. По рынку золота то же самое. Слишком далеко зашли с этими распродажами. Котировались мы на отметке 1900, вылетели в район 1750, сейчас котировки 1784. Самое главное, что на рынок драгоценных металлов, на золото, всегда оказывал самое прямое влияние рынок казначейских облигаций, доходности американских трейджерис, то есть они конкурировали как два актива между собой за интерес, за внимание трейдеров и инвесторов. Но посмотрите, если вы верите в то, что ФРС уже тащил денежную критику в политику, как вы можете объяснить тогда такие низкие показатели доходности трейджерис? То есть вы верите, а рынок долга не верит. И потом, как может золото валиться и тем более оставаться в таком нисходящем тренде, когда оно явно привлекательнее, чем облигации, которые сейчас по доходности ниже, чем локальный и текущий уровень инфляции. Вопросов очень много, друзья. Я опять же считаю, что сегодняшняя торговая сессия – это может быть продолжение вот этого локального тренда, а может быть также и днем коррекции, которая охладит рынок. За выходные участники финансовых рынков перезагрузятся, еще раз переоценят, взвесить за и против, и на следующей неделе уже с холодной головой вернуться к тем трендам, с которыми мы работали раньше. Американский фондовый рынок остается в лонгах, 4215 пунктов. NASDAQ обновил локальный и исторический максимум накануне. То есть я говорил, что фонда, скорее всего, продолжит расти и дальше, потому что все-таки ФРС улучшил прогнозы американской экономики и оставил в силе вот этот тотальный позитив, что завтрашний день будет гораздо лучше, чем текущий. И потом фондовый рынок прекрасно понимает, что стимулирующие меры так и остались в силе. Так зачем? Нужно было бы сейчас уходить на какую-то затяжную коррекцию. Поэтому S&P ждем на новых аях, так же, как и Евростокс, которые, в принципе, рядом с ними и торгуются. Вчера очень сильно восстановились. Ждем обновления максимума 4141 пункта в моменте. По поводу других финансовых активов, их, наверное, трогать сегодня уж не будем, потому что их динамика зависит от того, что происходит с долларом. Об этом уже поговорим на следующей неделе. Но общая тенденция, как я уже отметил, это все-таки ожидание коррекционной динамики, уходящей в развитие прежнего нисходящего тренда по доллару и по-прежнему покупки американского фондового рынка. На этом все. Хорошего закрытия недели. Всем пока!